Но я сам отдаю её, имею власть отдать её, и власть имею опять принять её. Сию заповедь получил я от отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями расприя. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очень слепым толкование? Так как его называли чужим отцу, обманщиком и губителем, а не спасителем душ, то настоящими словами он объявляет, я не губитель ваш, а готов за вас всё претерпеть. Если уже не по другому чему, то потому что Бог возлюбил вас столько, что и меня он любит за то, что я умираю за вас. Как же я буду обманывать вас, когда знаю, что вас Бог любит? Напротив, не лучше ли я решусь умереть за вас, если не для иного чего, то для того, чтобы отец мой за это ещё больше возлюбил меня? Вы, говорит, жаждете моей крови, но знайте твёрдо, что без моей воли никто не может пролить её. Так как они разделились и восстали друг против друга, то к чему ещё было ему противоречить хульникам, когда при том он нисколько не будет иметь от них доверия? У кого мысли какие? Ну, опять же, мы уже говорили неоднократно, что любовь, на которой в миру много, очень много, прямо лишнее даже много говорят, имея в виду совсем не то, любовь, если она не имеет хоть малейшего намёка даже на жертву, это не любовь. Любовь всегда должна быть жертвенной. Даже мирских понятий должно это понимать. Вот они должны понимать это. Если я люблю тебя за это и за то, а за что? Да за то, что самое, может быть, и ненужное. За косметику люблю тебя. Или ещё за что-нибудь. За то и за это. А когда ты проявляешь какую-то, пусть даже самую малость, уступка в чём-то, или что ты какое-то ласковое слово сказал, или в чём-то поддержал, ободрил, слово Божие сказал, которое привлечёт ко спасению эту душу, знаю, что ты можешь получить какой-то упрёк или даже ненависть от этого человека, но ты это делаешь, приносишь жертву. Жертву – своё благополучие, свой какой-то авторитет. Вот это уже и есть жертвенность. И тогда ты проявляешь эту любовь к ближнему. В 17-м стихе я обратил внимание на следующие слова. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Я в этом увидел некую условность любви. Условие любви. Условие. Не условность, а условие для любви. А разве может быть какое-то условие для любви? Вот Бог-Сын, я верю, что Иисус Христос – это Бога-человек и Бог-Сын. Обращаясь к Богу-Отцу, говорит, «Потому любит меня Отец». А может ли Бог-Отец любить Бога-Сына? «Потому что». Или Он обращается к Отцу как человек. А теперь для любого человека, я делаю вывод, если как человек обращается, вот условность важна. Условие. То есть нас Господь будет любить тогда, когда мы будем выполнять Его заповеди. Или я что-то не так сказал? Мы не должны, наверное, все-таки подвергать сомнению того, что Господь говорит, сам Господь Иисус Христос говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Да, это условие. Потому что Он принуд... И потом, дальше-то мы читаем, «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». То есть, опять же, Его жертву уже. Он сам отдает ее. И потому, и по-другому. И потому, что Он ее сам отдает, потому что Он сам приносит эту жертву. И Он проявляет свою волю. Или это уже во взаимосвязи изначально, что Он отдает свою волю, и Бог уже знает, что Бог сын отдает. Вот следующий стих, Он отвечает на твой вопрос, «Потому». То есть, и любовь Божья, наверное, если подражать Господу Иисусу Христу, подражать в Его жизни, то приобрести любовь Божью... Вот я слышал неоднократно, Бог тебя любит, Бог тебя любит. А в другом месте я слышал, Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. То есть, получается, если я не живу с премудростью, но вот сейчас вместо Писания я постараюсь найти, Бог никого не любит. Ну, премудрость, она имеет свое проявление. Она вот в этом и проявляется, премудрость твоя, что ты в соответствии со Священным Писанием, со словами самого Иисуса Христа, премудрость свою проявляешь. А стало быть, проявляешь жертвенность. Ты ищешь пока? Я ищу, да. Я вот еще по поводу жертвенной любви, и хотела сказать, что вот очень много информации, сейчас ролики, блогеры, очень часто всякие там коучи или какие-то там специалисты вот эти по внутреннему росту и всего. Они чему учат? И так вот слушаешь, ну, все правильно говорят, да? А потом ты с христианской точки начинаешь смотреть, так они вот этому и учат, чтобы не было жертвенной любви. Все вокруг меня, моего, я. Все такие ролики трогатели, какой-то известный артист говорит, вот вы умрете, вот вас будут вспоминать ровно там 9 дней, там неделю, все, потом все про вас забудут, пойдут пить чай, смотреть комедии, все про вас забудут. Так стоит ли вам вообще об этих людях, окружающих вас, думать? Да стоит ли вообще о них заботиться, о мнении, какое они у вас? Ну, вывод такой, вот все вот это, наплюйте на всех, живите только ради себя, вообще никакой, то есть все антихристианское, нас Христос учит, люби ближнего, ближнего, как самого себя, а они все любят себя, там такие слова, наполняйте себя ресурсом, в себя, за себя, там всякие какие-то, да, нужно быть в теме, там какой-то, какие-то слова, я даже напомнить их не могу, и так действительно слушаешь, вот был бы, да, неверующий, думаешь, правильно, и там будет успех, и богатство будет, и там все, 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 и ты таким будешь известным, богатым, потому что я себя люблю, я живу для себя, и вот кто, вот этому аморальному состоянию всего этого Запада, и который вот к нам в том числе идет, ну, тут упирается все-таки на православную, вот это наш генетический, как сейчас говорят, код православия, который вмонтирован даже в безбожниках, он есть вот этого морали, какой-то нравственности, то есть он уперся здесь, а там оно и произошло, это разложение общества, аморальность это, потому что заповедь Божия, они все ее вывернули в обратную сторону ближних, не надо любить себя, и пошли против Евангелия, поэтому вот такое суперморальное разложение, оправдание любого греха, и переложение, в том числе, информация о Христе, там уже всякие разные такие гадости пишут, и при том, что их уже даже там какие-то священники, ну, якобы священники, это уже служители сатаны, которые такое могут о Христе говорить, это все из той серии, что сегодня Севастян проповедь читал, то есть вот оно, а любви жертвенной нет, а все наше поколение, и вот этих наших детей, в том числе, через интернет, маленькими словечками, все эти тиктоки, все эти соцсети, они учат любить себя, для себя, не обращать внимания вообще, что о тебе думают, да ты не забойся, что о тебе думают, наплевать на всех, ни о ком не заботиться, только о себе, чтобы тебе сейчас, сегодня было хорошо, вот и все, и вся идеология к этому, современная, никакой жертвенной любви нет. Премудрость Соломона, 7 глава, 28 стих, ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью, то есть казалось бы, а что такое премудрость, да, что противоречие, нет, премудрость, какое противоречие, что ты, когда я слышу этот стих, я думаю, как так, Бог никого не любит, то есть Бог же любит, ибо так возлюбил Бог мир, ибо отдал Сына, брат, ты же читаешь внимательно, нет, я сейчас говорю в рамках рассуждения, не то, что я сейчас чего-то не понял, или не знаю, я хотел порассудовать в контексте этого стиха, когда вот, потому любит меня отец, то есть, а как, может отец любить, потому, или не потому, он же отец, или необходимо какое-то условие для того, чтобы отец любил, или это как-то в другом смысле надо понимать, можно я прочитаю, пятнадцатая глава Евангелия Теана, с одиннадцатого стиха, сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна, это Христос говорит с отпуском, сия есть заповедь моя, двенадцатый стих, да любите друг друга, как я возлюбил вас, и тринадцатый, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, и четырнадцатый, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Мне кажется, что мы приходим сюда, дело все в том, что тут говорится о сыне и отце, ну, в духе святом понятно, но это троица, Бог троица, он не раздельный, и не слиянный, вот в чем дело, и все это, вся эта любовь, почему он любит, потому что, чтобы опять принять ее, принять, то есть жизнь, жизнь отдаю, чтобы опять жизнь эту принять, а для чего все это, вот для чего, для того, чтобы людей, сегодня в примере, как раз мы говорили, людей научить жить правильно, вот в таком, то, что сестра сейчас говорила, вот, должно быть вот такая любовь у нас, вот этот генетический православный код, вот оно, вот и поэтому президент, когда выступал, помните, когда это было, это в марте, по-моему, месяце, он, выступление был, большой концерт, в Лужнике, не Лужнике, а как там, какой новый сейчас, комплекс там, и он там вот эти слова произнес, он вот эти слова, нет больше той любви, как если кто положит душу свою, за друзей своих, поэтому мы встали, что понимают они под этими словами, это любой вопрос, генетический православный код, она правильно сказала, это я говорю, именно об этом коде, о котором они говорят, а на самом деле, должен быть не генетический православный код, а должно быть рождение свыше, во Христе, вот как, для Царства Небесного, души не слышит, я хотел, что рождение свыше, да, и поэтому он любит, Господь любит сам себя, вот это обычное, то, что нигде об этом не говорится, почему Господь сотворил человека, ну обычно, здесь нету в Библии такого конкретно понятия, почему Господь сотворил человека, а святые говорят, от преизбытка любви, это, а почему, а Бог не может себе сказать, у меня преизбыток любви, и поэтому я вас сотворил, он так не, Господь так не излагает, то, что он привел, да, его кротость должна не иметь границ, поэтому, он всеми вот доступными, для нас словами, показывает о том, как он нас, как он нас любит. Давайте вспомним центральный стих Библии, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякие верующие в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот она, жертва Отца, он приносит жертва своего Сына, и поэтому, он и говорит, потому любит меня, что я отдаюсь в своей жизни, и опять ее могу принять, и никто у меня ее не может отнять, без моей власти, и принять так же. Тут все вот настолько взаимосвязано, поэтому, это просто, даже я не знаю, никакого противоречия нет, и каких-то подводных камней в этих фразах, по-моему, не надо искать. Евангелие Трана, 15-го, 14-й стих, я сейчас был прочитан, я сейчас еще именно 14-й стих прочитаю. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. То есть, если, опять условия. Условия. И вот к чему эти условия, с одной стороны, вот как было прочитано, можно я почитаю Евангелие Тайна 3,16? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот в этом стихе я вижу, что Господь возлюбил мир, весь мир, и отдал Сына. Но при этом, есть какие-то условия. Вы, друзья мои, если... то есть, Господь, я так понимаю, со своей стороны, ну, если говорить, ну, эти стороны рассматривать, сделал все для нашего спасения. Все. То есть, для людей. Но если человек не откликается любовью на любовь, то... что происходит? То человек сам отвергает Божью любовь. А если человек сам отвергает Божью любовь, какой его конец? Можно прочитать, какой конец? Ну вот, вот участь. Когда люди начали умножаться на земле, шестая глава книга Бытия, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человечества, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Третий стих. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. И сказал Господь Бухною, конец всякой плоти пришел пред лице моего, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. И дальше, и вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет. 18 стих. И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жены, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всякого скота, из всяких гадов, и из всех животных, и от всякой плоти попарить, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И птиц пресмыкающихся, а ты 21 стих. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал но и все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал вывод. Да, конечно, обязательно. Ну, я хотел сразу прочитать, чтобы Иван Иван Велитана 17 глава 9 стих. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Вот опять же, я хотел рассмотреть вопрос условия Божьей любви к людям. Оно без условия? Или все-таки есть условия? Вот написано, не о всем мире молю, как не о всем мире. но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть человек, если не Божий, не избранный, относится ли к нему Божий? Можно я условия скажу? Гляди, 3 глава книга Бытия, 2 глава книга Бытия, и вот написано, и насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И дальше И заповедал Господь Бог человеку, говоря, 16 стих запомните, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот так. Все. Условия если ты будешь делать то, что Господь говорит, то ты будешь жить. Господь говорит, любит не грешников, а покающихся. Грешников. Я хочу сказать я хочу сказать здесь, ну как иногда методом от противного. Допустим, Господь не сказал бы о дереве, а другую какую-то заповедь дал. Ну какую? Ну допустим, тебе надо обойти за один день вот этот Эдемский сад вдоль забора. Посмотреть, дырки там есть или нет. Или еще другую заповедь. Допустим, там четыре реки выходят. Вот тебе нужно туда-сюда проплыть там допустим 50 раз эту реку переплыть. И тогда ты исполнишь мой заповедь. Ну то есть еще там допустим камень какой-то лежит. Этот камень нужно перетащить на расстояние 5 километров. Вот это тебе заповедь. Вот все, что я сказал это надо ну потрудиться прям физически быть крепким там и так далее. Господь дал самую вот ничего делать не надо вообще. Вот просто прошел мимо этого дерева ну и все можешь даже не пройти мимо дерева а вот так лежать просто на него глядеть и так вздохнуть даже ничего делать не надо даже не надо челюстями желать помните ту анекдот про кота какой говорит ленивый кот самый помните да нет ну и последний там я такой ленивый мне подставляют там ты и так далее другой говорит а я такой ленивый такой ленивый что вот лег на собственно эти ну то что очень болит и не могу встать а ровно встать не могу потому что лень вот ленивый некуда заповедь для человека господь он видит кто такой человек он все сделал для нас чтобы мы ее спокойно исполнили и не смогли исполнить почему вот тут теперь другой разговор уже но это другой разговор но я скажу почему потому что у нас свободная воля все только поэтому и какой вывод можно сделать что бог любит нас но условия присутствуют какое исполнение его заповедей не то чтобы господь вообще отвергает всех но он принимает всех но есть как раз свобода выбора воля божия есть а есть воля человеческая то есть если бы воли человеческой не было тогда бы разговора может быть и не было бог любит со своей стороны свое творение и все совершается так как богу угодно все хорошо все правильно но вот тут вмешивается воля человеческая то есть человек может соблюдать а может и не соблюдать и как тут здесь быть в этой ситуации ну вот тогда нужно условия чтобы ты соблюдал вот есть одно требование если ты вернее если ты соблюдаешь тебя ждет одно если ты не соблюдаешь тебя ждет другое вот первое я читаю допустим я читаю Ветхий Завет и примерно так я это вижу Господь дает заповеди человеку и если ты будешь исполнять вот тебе будет то-то и то-то будет хорошо а если ты не будешь исполнять я вот сегодня как раз утром на эту тему рассуждал и вот о том как бы идет определенный я думаю договор а если не будешь исполнять оно казалось бы может быть и понятно на первый взгляд но все равно это какие-то условия но где же безусловно любовь Божия я можно да я хотел сказать что здесь разговор идет между отцом беседа идет между отцом и сыном в Духе Святом идет беседа человека тут нету дело все в том что вот мы сейчас прочитали бытие это первые какие-то началась история человека впервые все ничего не было еще и нету никакого спасителя ничего нету для человека вот вот все начальное и человек должен был в простоте просто все принять поблагодарить и сказать благодарю тебя дорогой отец я все понял дай мне сил исполнить все это потому что без тебя я не могу творить ничего все вот чем должно закончиться человек мы видим никого не благодарит потому что следующее если я сейчас прочту дальше следующее вот это любовь божия глядей 18 я закончил глика 17 а дерево познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь и 18 и сказал господь бог нехорошо быть человеку одному сотворению помощника соответственно ему тут алю заканчивается смертью умрешь и вдруг плохо быть человеку это любовь называется тут о любви идет разговор идет о любви и человек должен это оценить гляди как он оценим этот человек господь бог значит этому человеку вскрыл там и дальше навел господь на человека крепкий сон создал господь из ребра и сказал человек глядеть и сказал человек вот он раз очнулся и вот перед ним стоит вот это чудо в перьях и сказал человек вот это кость от костей моих и плод от плоти моей она будет называться женою ибо взят от мужа своего и дальше потому оставит человек отца своего и мать свою вот здорово и прилепится к жене своей и будет два одна плоть понимаешь о чем ты говоришь безобразник тебе вот ты бестолковка просто вот сейчас ювенальная инстинция дети должны сами о себе что-то заботиться в этой вообще шести лет они могут менять пол это о чем речь то тут адам совершенный человек и он не понимает что сделать нужно было нужно было бога полюбить отца своего полюбить надо было благодарить его на коленях благодарю тебя отец да мне тебя хватало зачем ты мне вот это чудо такое прекрасное еще сотворил зачем зачем а благодарности никакой нету это косят костей плод а я покину отца мать а что сразу покину вспомните как раньше на руси жили дом старший сын там средний младший был дурак это все сказки они все вместе младший средний старший там еще было за ними 20 детей собрались и вот женился старший ему раз дом сделали за один день дом делали за один день дом ставили сруб представляет почему да толпа народу налетели сделали какой и дом то небольшой о чем это говорит да пятистенка называлась то есть четыре и посредине разделяется там печка посредине а для чего все это чтобы была забота только о детях о детях забота чтобы дети все вместе росли понимаешь чтобы они все рядышком были друг от друга как Игнатий Тихонович говорит это батюшка говорит а только у старшего у Игната у Игнатки валенки а у нас то нету ничего а Игнатий Тихонович говорит а у меня там сколько ему там 10 лет было от лепешки к лепешке коровью перебегал в школу лепешки коровьи коровы идут по какали уточкам а он в школу бежит утром и он бежит в лепешку наступает она теплая еще потому что изнутри коровы вышла а корова имеет температуру 39 градусов хорошую и он погрелся и побежал дальше и не жалуется и вместе дружно жили там то есть Господь это делает для того чтобы мы любовь приобрели мы не можем любовь с вами приобрести вы не любите меня вы не ходите на мои занятия сюда вот с нами вместе Виктор Андреевича не слушайте нашего брата Игоря не слушайте Третьякова и поэтому брат и вот брат слава богу остался Валера мир тебе брат и дома твоему допускай дочка твоя вернется к нам Господи помоги для этого надо трудиться вы понимаете трудиться чтобы полюбить вон она какая веселая радостная но у нее любви нету это просто внутренняя волношность я больше Акелии не верю она вот всегда серьезная и возможно она увидит что-то во мне и полюбит меня и будет оставаться всегда на занятиях и говорит папочка и все я сказал папочке дядя Игорь там занятия приглашает и ты вот так вот должно быть это любовь а нету этого нету благодарности Богу Адам не благодарил Бога за то что он сотворил не благодарил за то что он дал ему помощницу соответствующую ему не Адам придумал это он просто с кислой физиономией сидел в аду вот и все то что кислая физиономия не благодарил я с этим не могу согласиться во-первых потому что здесь такого не видно из текста я специально прочитал как Адам относился просто здесь вот ну и то что он не благодарил ну где написано что он не благодарил во-первых что он не благодарил ну вот тут написано нигде не благодарит ты же сам сказал я все прочел и не увидел нигде где он благодарил но то что он не благодарил тут тоже не написано вот здесь как Я хотел прочитать по тексту Никто еще не изучил 2 глава 18 стих И сказал Господь Бог Нехорошо быть человеку одному Сотворим ему помощника, соответственного ему Но тут не Адам решает, кого творить То есть перед этим Господь сотворил мир Сотворил человека А теперь Господь творит ему помощника И сказал Господь Бог Нехорошо быть человеку одному Не Адам Господи говорит, что я один, что-то не так А Господь это делает сам И дальше Человек это воспринимает Он не сказал, что это такое Он не возмущается Он и не возмущается, но то, что не благодарит А нужно ли было его тогда благодарить, когда он уже был в единении с Богом Творение Божие Было ли у него понятие, что надо благодарить или не благодарить Или он просто как ребенок принимал, как данность и все И вот сам факт, что он Ну вот тут написано в 21 стих И навел Господь Бог на человека крепкий сон И когда он уснул, он взял одно из ребер его И закрыл то место плотью Дальше И сказал человек Вот эта кость от костей моих Это 23 стих И сказал человек Вот эта кость от костей моих И плоть от плоти моей Она будет называться женой Ибо взята от мужа своего Он не возмущался Он принял, как от Бога, как данность Дальше читай Дальше? Да 24 стих Потому оставит человек отца своего И мать свою И прилепится к жене своей И будут и два, и одна плоть И были оба ноги Адам И жена его И не стыдились Что тут не так? Они еще не согрешили А если они не согрешили У них не было понятия Вот кислого лица Неблагодарность Благодарность Они были в раю То есть у них не было А еще у матери отца-то у них нет, кого они оставляли Ну Вопрос в том, что Задобующее поколение Ну это слова Господа, что оставили Ну конечно Я хотел обратить внимание Что еще грехопадения не было Не было Вот это кислое лицо Неблагодарность Что такое неблагодарность? Можно ли это назвать грехом неблагодарность? Я это считаю грехом Отношу-ка греху Но тогда не было еще греха Тогда еще была полная святость Может быть где-то там Вот я не хотел бы углубляться В зачатках Где-то там Вот во глубине воли человеческой Ну вот данный момент Еще они не изданы в Израиле Как он может быть с кислым лицом? Поясни Или покайся Что у него не было кислого лица Это в раю Это еще не было изгнания Не дождемся Есть мысли Еще не было изгнания из рая Еще не было грехопадения Но Но тут мы не слышим Ни слов благодарности Ни слов неблагодарности Тут как бы Из этого непонятно Да Да Очень грустно Да Ну а тот факт Что они в раю еще не изгнаны Это как раз только начинается У тебя было такое Что ты что-то сделала для детей А они тебя не поблагодарили А ты понимаешь Что это очень важное было А они как бы Приняли это как должное Ну как естественно Да Тебе это грустновато было? Ну было такое Грустноватое Такое положение Или ты все время в нем живешь В этом состоянии Ну я озвучиваю Аларм его Да А я думаю Что это у всех родителей есть Конечно Так что Вот я об этом говорю Кислое было у него Не просто кислое А до отвращения Господь хотел его сделать Настоящим человеком Но не получилось Сын человеческий Вышел первым блинкомом Вот так Брат Я скорее соглашусь С братом Игорем Владимировичем Скажи С Третьяковым С братом Третьяковым Или два Игоря Владимировича Да я понял С братом Третьяковым Потому что Как нам говорят Чего нет в Библии О том не рассуждали Библии не написано Ни того ни другого И брат действительно говорит Что они в святости были Они вообще не всегда находились С Богом Творцом И это наши домыслы Можем мы только домысливать Может быть Если так вот Еще под текстом Можем говорить Да другой Что потом будет А так Трансполирует Наше сегодняшнее состояние Отношение С нашими детьми Родителей На то состояние Бога Отца И Сотворившего их Адама и Еву Ну я Думаю что мы не вправе А почему А почему А почему Он говорит И не прикасайся И не прикасайся К нему К плоду Зачем это Адам сказал Еве Опять же Он сказал Не ешь Господь Опять же Это Установление Господнее Это закон Закон Если угодно Причина следственных отношений В диалектическом материализме Мы изучаем этот закон Но он дан Бога На тариоре И мы ему подчиняться Или не подчиняться Так же Он Это и есть Проявление Воли Господней И одновременно Дар Самый бесценный Самый ужасный Дар от Бога Я его считаю Ужасным Богом Следующий вопрос Вы о святости заговорили Это не та святость Это не та святость О которой Мы сейчас говорим Это не та святость А что не было святости А не были святы Нет конечно Почему это не были святы Потому что они не были Освящены Христом еще Они были просто Сотворены Были чисты Ну какая святость О чем вы говорите Чисты и святы Отновременно Сотворен святыми И сразу Потому что Меды святы Творение Святого неба Что на тот момент Еще не может Творение его Зачем Зачем Ева Начала разговаривать По какой причине Чего ей не хватало Со змеем И вообще Как змеи мог Появиться на ее пути Можно? Мы наверное Зашли в глубокую тему Можем оттуда уже Из каких-то Повреждений не выйти Поэтому предлагаю Закончить Я о любви Видишь Говорил Я хотел Хотел показать Что не хватило Адаму Любви Этой самой Не хватило Господу показать А кто может Показать Любовь Господу Сын Человеческий С большой буквы Иисус Христос То есть Господь Вот эту Свою любовь Он ее Здесь нам Показывает Свою любовь Вот это То что говорят При избыток любви Апостол Павел Это говорит О расширенном сердце О широком сердце своем Которое он всех Кому благовествует Кого видит Он Принимает А Христос Принимает Вообще всех Поэтому Воля Божья В том Чтобы все Спаслись И в разум истинно Пришли Все Апостол Павел Не мог этого Себе сказать Только тех С кем он соприкасается Он мог Об этом А все Там где-то Ну Это воля Божья Просто Это воля Божья Все должны Спаситесь Все Вот можете Спастись Я вот Единственное Я хотел Именно Взаимосвязь Если мы уже начали говорить О книге бытие И о заповеди То к вопросу Для чего Господь даровал эту заповедь Людям святым Находящимся Я считаю Что они были святые Они были в раю Вот Но при этом Для чего Господь им даровал Эту заповедь Я Выскажу Такое мнение Что Именно Доказательство любви То есть Бог любит Свое творение Творение любит Бога Но У творения Свобода воли Все равно присутствуют И вот для того Чтобы постоянное Было Как бы Некое доказательство любви Проявление воли Человека На подчинение Богу Вот дается такая Заповедь Которую я считаю Очень простая Не надо не ходить Ничего не надо делать Просто не ешь Можешь даже забыть Об этом дереве Вот Где-то есть Ну есть что-то Ну помни Что нельзя Вот это дерево Но не забывай Именно Что нельзя есть А так просто Не надо думать И вот во взаимосвязи Стихом Не знаю Это взаимосвязь Законная Незаконная С точки зрения Смысла Но вот Когда Потому 17 Дали 17 стиха Потому любит меня отец Что я отдаю жизнь мою Чтобы опять принять ее Никто не отнимает ее У меня Но я сам отдаю ее Имею власть отдать ее И Власть имею Опять принять ее То есть Свобода выбора Я имею возможность Такую И возможность Другую Но я ее отдаю добровольно Добровольно подчиняю Свою волю Подчиняется воле Христа Воля отца И Бог Отец Любит Христа Потому любит меня отец Что я отдаю жизнь мою Вот То есть Никто не отнимает ее У меня Но я сам отдаю ее То есть Добровольное подчинение Богу Какие мысли Ну еще Нужно сказать Что Бог Как раз любит весь мир Он любит весь мир И потому приносит жертву То есть Это уже обусловлено И вот Единство Человека И Бога Я думаю В том и проявляется Когда человек Добровольно Без насилия Принимает эту любовь И вот этот союз любви Он и происходит Именно в добровольном Принятии Божьей любви Ну даже больше сказать Не просто так Принятие любви Божьей А когда он свою Вот эту божественность Вот этот дар Который Господь дал Каждому человеку Этот ужасный И бесценный дар Одна воля его У каждого человека Заложена Когда он эту волю Приносит Опять возвращает К Творцу своему И Спасителю Вот тогда Соединение Происходит У человека С Богом Тогда он Обжестраивается Но соединение Вот Подчиниться Можно было бы Так сказать Ну хорошо Я верю Что Господь Меня сотворил Я верю Что Он меня любит Ну я просто Его тоже люблю Но здесь Доказательство Любви Христа Отцу Идет через жертву То есть не просто Он подчинился Да я люблю Но тут написано Я Отдаю жизнь мою Чтобы опять принять ее То есть Ну вот представьте Как вот Как доказать Человеку Что он его любит Что мы любим Бога Опять же жертву Здесь идет через жертву Вот Адаму Нужно было просто не есть И все А человеку Нужно тоже принести жертву Когда человек Сопрягает волю С божественной волей Тогда он Невольно Должен принести Что-то в жертву Чтобы Любовь была Деятельной А не просто На славу Как ты сейчас Так легко сказал Ну да Я люблю А живу Буду жить Как все живут Я как пример Привел Ну понятно То что я Поэтому мы Приносим В жертву Ну в жертву Это смешная жертва В сравнении с тем Которое мы имеем От Господа Мы имеем спасение Вечность Вечную жизнь Блаженную А наши жертвы В чем заключается В том чтобы Нас ставили отца Или мать Которая неверующая Или друзей Которые неверующие Которые нас тянут Погибли Это смешная жертва Но мы ее должны Семь принести Смешная Это для вас Сейчас она смешная В отношении Ну понятно Для многих Для большинства Сколько я разговаривал Что Друзей оставить Он у нас напротив Постоянно собирается Я из своего примера Под деревом Я понял Что нужно Всем друзьям Которые были Вокруг меня Так же Как Иван Тихнич Я благовествовал Буквально Единицы из них Они пришли К Богу Они пришли на занятия Они были на занятиях Кто-то После занятия Даже после первого занятия Все отпал А некоторые Остались И они ходят в храм Я не могу сказать Что они Они верующие Но такие Как верующие И как все Но тем не менее Генетический Православный курс То есть вы Как бы Я не так Больше отмел Все Я больше с ними Никак не общаюсь Нет Я каждому из них Практически К каждому из них Самостоятельно прошла Сортировка После того Как вы За свидетельство Да За свидетельство Они вот Прошли Один налево Другой направо Юрий Послание к евреям 13 глава 16 стих Регулярно Наверное вы Приводите Места писания Не забывайте Также Благотворение И общительность Ибо таковые Жертвы Благоугодны Богу То есть Я думаю Что общительность В данном случае Рассматривается Как жертва Богу Конечно А в чем Жертва Общаться Ну Ты же Не отдаешь Тело Своё На сожжение Ничего То не происходит Просто Общение Опять же Смешная Жертва Смешная Жертва Только жертва Такая Какая Необычная Получается Если я Это делаю Я уже Этим Доказываю Наверное Свою Любовь Жертва В чем Жертва Ты что Не договариваешь Пожалуйста Я не договариваюсь Что такое семья Почему Семья Слово Семья Всем Понятное Слово Потому что Они живут Вместе Семья Семь Таких Как я То есть Ты родил Себя Клонировал И вот Сидят Восемь человек Ты восьмой Семеро Вот здесь По лавкам Семья Называется Вот так Перевод Такой Вариант Да Вариант Я не знаю Это Хотя может быть Вариант Что Семь Нет Семь Смысл Как Да Да Там Может Бабушки Дедушки Все Должны Быть Все Вместе Почему Они все Рядом Помогаем Друг Другу Единокровные Называются Клан Еще В некоторых Шотландии Кланы Кланы Прям Они Там Бьются Друг за Друга Это То же Самое Тейпы То же Самое Там Сеганы Эти В Японии Там И так Далее Вывод Вывод Там Между Ними Идет Любовь Но Она Кровная Ты постоянно Рядом Находишься Питаешься Рядом Мысли Какие-то Свои Высказываешь Проводишь Досуг Празднуешь Все Вместе И от Этого Ты Они Тебе Становятся Близки Именно От Этого Даже Не потому Что Там По Крови А то Что Ты Всегда Очень Близок Ты Клан Не можешь Покинуть Тейп Ты Покинуть Не можешь Куда Ты Поехал Ты Работаешь Для Тейпа Для Своего Общества Работаешь Для Своей Семьи Почему Я Сколько Раз Стою И Говорю Сестры Братья Оставьте Клановость Вашу Оставьте Эту Семейность Семейственность Вашу Вот сюда Идите Вот сюда А все Стремятся Куда Сейчас Поехали Они Сейчас Там Где-то Стретятся Со своими Знакомыми Юнаф У меня Подруга У меня Подруга Верующая Нет Неверующая Подруги Подруги Не могут Быть Подруги Неверующие Запомните Не могут Быть Друзья Неверующие Они Не могут Априори То есть Никогда Не могут Быть Друзьями Запомните Неверующие Не могут Для вас Быть Друзьями Друзьями Могут Быть Для вас Верующие Потому что Мы вас Будем А вы Нас Будете С утра Не хвали Друга С утра Не хвали Друга Это Предательство Называется А скажи Ему Истину Помолитесь Вместе Вот оно Общение Для чего Нужно Чтобы Мы были Близки Друг Друга Узнавали А то Что Там сидите Вы Все дети Там Сидят Засядут Туда Тут Сестры Сидят Уже А написано Учите Старицы Учите Молодых Любить Мужей Дальше Любить Детей Учите А вы Там Сидите И держите А тут Старицы Сидят И старцы Вы сюда Их Выводите Они Они Будут Вам Показывать Как Нужно Правильно Любить Вы То Их Только Жалеете Как Как у Меня Родила Песенька Карамелька Девчонку Милашка Назвали Ее тронуть Нельзя Эту Милашку Вот она Пописает В комнате Марина Начинает Ее толкать Потом За дверь Это Нападает На нее Собака Карамелька Мама Прыгает Вот так Прям Лапами И так Не надо Не трогай Ее Это мое Дитя Зачем ты Его Просто Она начинает Строго Говорить Ах ты Такая Это Сейчас И все Это что Ну ладно Песенька Она не понимает Всего до конца Что воспитание Идет Она сама Кстати Только не было мамочки У нее Тоже бы защищала Видать И вот мамочки Тоже Как вот пташки А Господь Говорит Сколько раз Иерусалим Я пытался Собрать тебя Как курочка Собирает своих Цыпляк Под крылышками И вы Не согласились Бог должен Собирать цыпляк Своих Вот оно Общение Нет Мысль Вопрос такая Вот все время Приходит в голову Если бы Авраам Исаака Не готов был Принести в жертву Послал бы Бог Сына своего Иисуса Христа Человечеству Для спасения Или нет Он проверял Как бы Человечество В лице Авраама Готов ли Человек Принести Такую жертву Для Бога Насколько Он его Любит В рассуждении В рассуждении Да Было ли Это Как проверка Человечества Так оно И написано Что это Так и было Так Человечество Или Авраама Непосредственно Проверка Авраама Не библейская Но Если бы Он Предположим Не прошел Эту проверку Что Христос Тогда Не пришел В мир Ну Вот Видишь Нет Нет Стоп Тут Мы Останавливаемся Уже Все Давайте Скажем Святые Святые Вужи В частности Златоуст У него Есть Толкование На бытие Вот Там Так и Говорится Это Что Это Для Авраама Было И Было Испытание Все Для Авраама Это Было Испытание Ну Говори Железно Что Ножаю Ножу Скорпию Беременность Твоей болезни Будешь Рождать Детей И Мужу Твоему Влечение Твое Он Будет Господствовать Над тобой Адам Так Это Раньше А что Ты Хотела Я Хотела Сказать Что Это Бытие Был Обещан Спаситель Это Я знаю А как Тогда Дать Обедование И исполнить Такого Не может Нет Это В лице Авраама Господь Испытывал Человечество Однозначно Человека Почему Потому что Вот Я тут же Прочитал Шестой Бытие Шестая Глава Тут же Написано Страшные Слова И Сказал Господь Бог Не Вечно Духу Моему Быть Пренебрегаем Ими Человеками Семи Потому что Они Плоть Пусть Будут Их Так Так И дальше Говорит И увидел Господь Бог Что велико Развращение Человеков На земле И что Все мысли И помышления Сердца Их были Зло Во всякое Время Представляете Отбрасывая 8 человек Моя И Жену его И сыновей С женами И все Остальные Все были Развратники И раскаялся Господь Что создал Человека На земле Слово Раскаялся Самое Подходящее Слово На самом деле Господь Не может То он же Знал Чем дело Закончится Поэтому Для нас Это Антропоморфизм Антропоморфизм И воскорбел В сердце Своем Вот слово Воскорбел И слово Раскаялся Они Когда вместе Совмещаются То получается Вот нужно Нужное Понятие О том Что Господь Чувствовал У человека Нет этих У Бога Нет этих Эмоций Это Для человека Было написано И сказано Чтобы это Было понятно Чтобы ты Вздрогнул Ничего себе Сам Господь Меня сотворил И тут же Раскаялся Ну то есть На самом деле Это не так На самом деле Это не так И поэтому Ну мы читаем Это И поэтому Берем И говорим Вот что Случилось С людьми Вот Все Вот Адам Ева Адам Авель Каин Каин Авель И Сив И пошли дальше Там все И вот они Сколько там людей было Ну Сколько 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 там было Ну сколько там было Ну там может Миллион был Целый Людей И они Друг от друга То недалеко Тогда жили Можно Я хочу Сказать Что И в миру То Вот Когда Вечь идет О Жертве Между людьми О Любви И дружбе Вот Нынче Столетие Со дня Рождения Расула Гамзатова Разрешите Прочитать Ну-ка Прочтите Ага Очень Хочем Не теряйте Друзей Берегите Каждый Друг Это Солнечный Свет И Вниманием Их Дорожите Не забыв Отправлять Им привет Не Жалейте Для друга Улыбок Понимания Немного Тепла Наша Жить Состоит Из ошибок В ней И так Не хватает Добра Не теряйте Друзей Берегите И умейте Оплошность Прощать О друзьях Память Свято Храните Постарайтесь Не обижать Не жалейте Друг Для друга Подарка Возвратится Он В остократ Вы узнаете Как сердцу Вы узнаете Как сердцу Жарко Как друг Безмятежный Рад Не теряйте Друзей Берегите Каждый Друг Это Солнечный Свет Отношения Эти Храните Рядом Друг Одиночество Да Согласен Если трудиться Но труднее Можно Ну все таки Они мусульмане Да Господь Просвещение Да Несмотря на то Что он мусульманин Его произведения Вот много Чему можно научиться Вот даже Ну рядом с русскими Жил много Литературу читал Русскую И так далее Поэтому чисто Мусульманином Его нельзя назвать Так что Поэтому Такие есть Фомбельские Это не японцы Там Сакура Зацвела Ветерок Наветел Теплый Все сидят Евангелетана 15 А14 Вы друзья мои Если исполняете То что я заповедую вам Это дополнение Ну понятно Ну да Это уже евангельский Так сказать Цвет Подводим итог Подводим итог Подводим итог Вы меня Вы меня простите Христа Ради Это не та Это не та была святость Которой Господь Подводит Теперь Людей Которые Согрешились Не та Но все таки Святость Ну да Но это не та Святость Не о том Не о том Поэтому Я как бы Отбрасываю Все то И просто В антопоморфизме По человечески Показываю Что нужно было Для того Чтобы Вот Для того Чтобы Это К нам Это примеры Чтобы мы не были Похотливы на злое Вот Чтобы были Образы Да Ты говоришь Там нигде не видно Что благодарит Ну вот в том то и дело Не видно Что благодарит Очень жаль Ну как Какая обратная Тоже Я можно Но я могу Если Сожалеем Вот прям с такой С большой Как бы Натяжкой Но Здесь Вопрос какой Что Как будто бы Ты Я вот твои слова Вангу Так понять Как будто бы Ты хотел бы Предупредить Адама Если так Представим Параллельную В такую Реальность Согласен Очень согласен Я вот так Вы твои слова Они там Где-то Пересеклись Не пересеклись Там Где-то Далеко Пересеклись Твои слова Я мог бы Отнести К тому Что Как будто бы Ты Вот сейчас Из будущего Хотел бы Предупредить Адама Что Что бы Лучше Сделать Чтобы Не попасть В эту ситуацию Да Вот Наверное В этом Контексте Ну да В этом Контексте Именно Если бы Было Бодрствование Какое Святость Бодрствование Слово Хорошее Кстати Да Но Видишь Не с чем Было сравнено Дело в том Что Не с чем Было сравнено Чтобы ты был Осторожен Все-таки Высказывания Потому что Много было Высказываний Они были Не все Высказывания Принимала Церковь Хотя Они могли Быть Очень Такими Да Ну я Не буду Ити на то Что Подпись Поставлю И голову На рельце Я это просто Принимаю Как в рамках Такого обсуждения Что ты высказал Такой Как вариант И что Просто Сожаление О том Что Произошло С нами Уже С учетом Того Что мы знаем Да Что ты Знаешь С учетом Того Что Совершенно Молодец Если бы С ними Этого Не случилось Для нас бы Не было Мысли наши Ошибочные Да И поэтому Но Господь Побуждает Нас Сделать Нечто Большее 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 Того Что было У Адама Для нас Уже Много Столько Открыто И так далее Поэтому Хотелось бы Так Чтобы было Чтобы поблагодарил Он за жену Чтобы он Сказал Прилепиться Оставить родителей Но Будет все равно Помогать им Но нет Этого Чего Понимаешь Поэтому В простоте Такой Высказался Оставить родителей Своих Прилепиться К жене Какие жены Сейчас Кто не печется Ближних своих Да Там еще Много чего Поэтому Я говорю Просто Не с чем Сравнивать Было Очень Человечество Только Начало Свой путь Поэтому Очень жаль И жена Поэтому Заговорила Так же Тоже Видишь Чего Она Заговорила Разговаривай с Адамом На крайних Случаев Если Господа Нет Хотя Пошла Со слоном Каким Топ Говорила Нет Нужно Идти Разговаривать Со змеем Который С тобой Разговаривает Ну все Благоваривай Бога Есть Такова Истину Блажить Детя Благородицу Присно Блаженную И Принепорочную И Матерь Бога Наш И Честнейшую Херувин И Славнейшую Без Сравненья Серафим Без Истрения Бога Слова Родшую Сущую Благородицу Тя Величаем Брат Игорь Господи Помоги На Твою любовь Ответить любовью Какие бы испытания Не происходили Слава Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Я благодарю Бога За мою болезнь Почему? Потому что Сейчас у меня Не столько Я тоже Поеду на работу У меня не столько Битакой объем Поэтому я могу с вами А я думаю Чего вы тут с нами А нам-то как радостно А я с утра Бегарю Как хорошо Виктор Андреевич В больнице Он с нами Пока вы там Питались Тут у нас Одни братья были Вот как Спасибо Христос За вашу молитву Слава Христос Спасибо Христос Как вы с Евангелия И отряна попали в Гуси Ну разговор шел об условии Да, да, да Об условии Что? Потому что А там Господь Тоже ставит условия А, их же не было Я никак не чувствую Довлетворенность Что-то не раскрытое осталось Но это нам надо Следующее занятие Да ты что тут раскрывать Это надо готовить Это не договоренность Это надо прям Где-то сидеть Готовиться Не одному даже Я считаю Об условии Хотел сказать Об единстве Человека и Бога Но это такая тема Что должна быть Единство в святости Единство в святости Должна быть А не просто И вот это условие А это метель?